Саратовский государственный университет по самым престижным грантам Министерства образования и науки Российской Федерации и крупнейших фондов Корпорации Корнеги, Фонда МакАртуров, СРДФ в гуманитарных и естественных направлениях. В СГУ дают возможность получить образование международного уровня. ВУЗ заключил договор о сотрудничестве с университетами Европы, Азии и Америки. Мы являемся одним из ведущих вузов страны. Мы являемся национальным исследовательским университетом. Мы даем действительно очень хорошее образование. И в последние годы эти возможности значительно у нас улучшились, потому что, кроме всего прочего, имеется в виду и очень серьезный педагогический коллектив, очень высокого уровня, у нас появилась и серьезнейшая учебно-научная база. Это оборудование самого высокого уровня мирового класса, которые используются не только для научных исследований, но и для образовательных задач. СГУ – крупнейший информационный центр. В его состав входят зональная научная библиотека, около трех миллионов экземпляров, Павловский региональный центр новых информационных технологий, вычислительный центр, издательство и типография. Особое внимание в УЗИ уделяют внеучебной работе с молодежью и социальной защите студенчества. В СГУ успешно функционирует система содействия трудоустройства выпускников, а модель самоуправления Саратовского университета признана лучшей в стране. У нас есть замечательные центры, но не то что уникальные вещи, это то, что повторяется не так часто в нашей стране. И эти центры в настоящее время начинают работать на задачи, которые решает Российская Федерация, в том числе в области новых материалов, в области электроники, в области информационных технологий. Это все делается и в Саратовском университете. Вот это, наверное, основное важное, на что мы сейчас обращаем внимание. В СГУ предусмотрено 10 849 бюджетных мест, 6 031 платное и 60 целевых. Самые популярные в СГУ факультеты технической направленности. Факультет нано- и биомедицинских технологий, физический факультет, механико-математический, факультет компьютерных наук и информационных технологий. Средний балл ЕГЭ для поступления в СГУ по результатам прошлых лет. Физика – 55 баллов, математика – 60, русский язык – 73, информатика – 82 балла, общество знания – 70, химия – 72 балла. По объему государственных инвестиций в нанотехнологии Россия в 2009 году находилась на третьем месте после США и стран зарубежной Европы. На эту отрасль сейчас делается серьезная ставка. К 2015 году доля продукции российской наноиндустрии должна достигнуть 3% мирового рынка высоких технологий, а ее общий объем в России должен составить 900 миллиардов рублей. Активное развитие отрасли открывает новые возможности для выпускников, в том числе Саратовского государственного университета. 75% выпускников СГУ – трудоустроенные по программе научно-исследовательского университета. Самые популярные компании для трудоустройства – УАО «НПП «Алмаз», УАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», УАО «Газпром», ДОАО «Винни-Пегаздобыча», ЭОКБ «Сигнал», ЗАО «Экспопул». Среди известных выпускников СГУ – Александр Николаевич Бакулев, крупнейший специалист в области нейро- и сердечно-сосудистой хирургии. Бушуев Николай Александрович, генеральный директор ГНП «Алмаз». Исаев Александр Львович, председатель правления УАО «НВК Банк». В СГУ в 2005 году был открыт новый факультет нано- и биомедицинских технологий. В этот факультет вошли кафедры физики твердого тела, физики полупроводников, а также открылись две новые кафедры – материаловедения, технологии и метрологии материалов и кафедры медицинской физики. В СГУ я могу получить не только хорошее качественное образование, но и развить в себе много интересных и новых способностей. В ходе реализации инновационной образовательной программы СГУ открыта учебно-научная лаборатория технологий, материалов и покрытий. Здесь проходят лабораторные практикумы для студентов факультета нано-биомедицинских технологий и колледжа радиоэлектроники. Созданы условия для научной работы студентов и сотрудников СГУ. Оснащение лаборатории позволяет решать задачи исследования, технологии создания, свойств нано-порошков и нано-покрытий, нано-структурированных материалов и покрытий, сенсорных систем. Студенты, которые окончают классический университет, они имеют очень хорошее фундаментальное образование. И в то же время они имеют и какие-то технические навыки. Они что-то и умеют. Техника у них тоже разница. Они умеют работать с людьми. Они умеют сдавать экзамены в огромном количестве, но очень сложные. Значит, они умеют находить контакт с преподавателями. Тоже светло. И поэтому они в результате получаются очень адаптивными. Даже если вы с нам психологическим образованием пойдете к бухгалтерам, вы даже удивитесь, какие конкретные преимущества у вас будут даже в этой области. Я уж не говорю о том, что по специальности, если вы будете работать. Поступление в университет на первый курс осуществляется по внутренним вступительным испытаниям и по результатам ГИГЭ. Подробную информацию о поступлении можно узнать на днях открытых дверей. Они проводятся в апреле. Для тех, кто еще не определился с выбором профессии, проводятся профориентационные дни в рамках губернтской ярмарки вакансий в октябре и ноябре каждого года. При университете также открыты школы юного химика, математика, физика, журналиста. Это дает возможность абитуриентам не только подготовиться к поступлению, но и начать вникать в выбранную профессию. Кафедры физики и полупроводников открыты для усиления подготовки специалистов на факультете. В структуре кафедры – учебная лаборатория полупроводниковой электроники, на базе которой проводятся лабораторные и практические занятия. На кафедре готовят и выпускают инженеров по специальности микроэлектроника и твердотельная электроника. Бакалавров и магистров техники и технологии по направлению электроника и микроэлектроника. Мы включаем студентов к научному работе, у них много специалистов, промышленных коммуникаций, они получают именно экспериментальные навыки работы на этих новых приборах. То есть они потом в жизни, не только могут сказать, да, мы знаем физику, мы знаем, мы умеем решать задачи телетические, но мы тоже умеем делать практические материалы. То есть они практически в индустрии, и потом если они решают продолжить свою карьеру в аспирантуру, у них уже это будут навыки, да, это уже будет именно способность руками что-то делать и анализировать. Реализация программы развития Национального исследовательского университета СГУ дает возможность ВУЗу по своим образовательным, исследовательским и инновационным параметрам быть на одном уровне с ведущими зарубежными университетами. При СГУ открыто предприятие, на котором выполняются реальные производственные заказы. Это уникальная база для прохождения практики, возможность для аспирантов развивать и внедрять инновационные подходы к производству и, конечно, дополнительные рабочие места. СГУ – Национальный исследовательский университет. СГУ – один из 32-х наноиндустриальных вузов России. ВУЗ – чемпион мира и Европы по программированию. СГУ – участник Инновационного центра «Сколково», а также победитель Всероссийского конкурса моделей студенческого самоуправления. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...